доброго времени суток мы снова с вами на канале фанима шум скул и здесь я хотел в очередной раз остановиться на фактически не на самой информации на модернизации модернизации тех вещей которые вы используете в вашем грибоводческом хозяйстве или вашем предприятии как показал опыт модернизация это очень важный параметр от этого параметра может в корне зависеть вообще ваши производственные возможности вот из личного опыта точно можно сказать что когда пришло время их и было желание увеличить скажем производительность самой предприятия то как оказалось на самом деле что простая модернизации или как усовершенствование процессов которые использовались просто дали возможность на тех же всех возможностях тех же самых площадях на тех же самых ресурсах увеличить в разы производительность просто из-за того что реорганизовать то что есть и на каждом шагу на каждом моменте который у вас создает неудобства который создает риск не лишние движения хождение поиски материалов там всего остального это все вас будет держать за руки именно в формате скорости и эффективности работы то есть усилий идет очень много результата получается очень мало это связано с тем что когда люди на начальном этапе они еще не до конца определились что чем для них является грибоводство они еще не перешли из того момента когда хобби превращается уже в в какой-то образ работы или как так сказать или образ деятельности вот и где-то на уровне между хобби и уже профессиональной работой здесь возникает тот конфликт между тем что когда на приходе приходится делать часто приходится делать много а все неудобно а того нет этого всего нет начинается беготня сношение его его возня и сама мероприятие по работе занимает пару часов а подготовка к работе занимает полдня вот приблизительно так выглядело предыдущим у меня и этот опыт этот так успешно пройден это все я хорошо знаю поэтому вот и такое лирическое вступление здесь речь пойдет об обыкновенном станке для нарезки для нарезки пленки для нарезки разного вида пленок пленки мы используем пленки мы используем для самих грибных блоков и пленки используем для производства нецелия вот для этих целей здесь установлен вот этот станок сейчас я чем я практически сейчас буду заниматься вот видите новая бухта которую нужно установить на вот этот станок и наверное что не получится одновременно или буду говорить и одновременно делать насколько это будет мне позволять значит закончилась предыдущая нужно заменить я специальным образом хотел остановиться именно на том моменте на этом станке предыдущем это был любительство со множеством неудобств фактически для того чтобы заменить пленку там нужно было применять инструменты сейчас в кадре вот опять же такие стоят инструменты как будто еще собираюсь что-то с ними делать здесь я уже не собираюсь ничего делать есть здесь одно неудобство насчет организации и скорости то что я говорил здесь просто свет источник света находится в месте когда вот я стою я непосредственно происходит вот сейчас я покажу непосредственно происходит вот здесь отрезание полотна вот в этом месте и когда я приступаю к отрезанию я закрываю собой свет если сейчас днем это еще проблема не составляет потому что есть дневное освещение из другого места то в вечернее время просто ничего не видно и приходится настраивать вот прицелы для того чтобы попасть и правильно это все отрезать на это уходит время и это все много не беспокоит значит я решил устранить вот это все мероприятие здесь нужно просто поставить подсветку я сейчас здесь вот поставлю подсветку потому что пришло время все нарезать я опять же таки остановлюсь на том моменте я не признаю никаких никаких пакетов для изготовления грибных блоков почему если у вас если у вас если у вас нету собаки как ирония судьбы если происходит автоматическая набивка блоков то есть штампует или пресс пневматический или шнековый то здесь довольно таки уместно или даже по-другому не получается должна быть автоматически той запаянные пакеты то есть запаянные пакеты это пакеты запаянным низом но что получается в случае запайки вот этого края у вас получается квадратный в случае ручной набивки это очень неудобно потому что вот эти два края приходится отдельно выделять время постоянные силы для того чтобы запаковывать вот этих углы и запаковывать их нужно потому что вода и избыточная жидкость влажность которая может затекать вот эти углы она становится источником именно инфекции поднимания и будет портить блоки и поэтому я не люблю вот эти запаянные мешки я их делаем следующим образом собираем гармошечку и здесь цепляется стяжечка от электропровода когда значит приходят люди новые у них естественно много желаний все рационализировать и я никогда не мешая это делать если они вот они приходят а зачем вот это каждую этот пакетиком завязывать стяжкой если можно взять его и спаять на запайщик только шлеп шлеп и взял себе напаял пожалуйста спаяй и возьми вот это поделать и вот они идут себе паяют пока я говорю много не паять спаяй 10 и попробую вот это сделать они спаяют 10 себе кулечков начинают упаковывать добивают вот этих 10 раз уже спаяли приходится вот а в дальнейшем все равно переходит на стяжку потому что упаковывать если мы стяжкой вот это затягиваем у нас пакет внизу получается круглый мы просто насыпаем трамбуем он получается красивый и хороший а если он у нас квадратный то вручную приходится дополнительно набивать вот эти два угла что долго и удобно и долго и не удобно теперь перейдем непосредственно что я хотел сказать про станок специально я не буду чертежи выводить их выкладывать то есть нету у меня чертежей я очень редко когда что-то делаю по чертежам мне важно знать что такое такой или агрегат или какая-то вещь имеет место быть где-то мне важен сам принцип если и сам принцип я все остальное я просто знаю как это все сделать правильно и поэтому жал специально рулетку и некоторые параметры хочу вот этого станка показать это будет как подсказка потому что в случае больших объемов если у вас там 10 или 20 кулечков их можно ножницами сесть себе там на столе раскатывать и отрезать на раскатывать и отрезать а если вам приходится например на заказ делать вот таких вот 200 300 или 400 мешков то можете себе представить сколько уйдет времени это брать надо два человека чтобы они сидели один раскатывать другой режет и сколько вот это все уйдет времени и сил для того чтобы это сделать вот и времени уже больше ни на что не останется поэтому такой станок вам будет необходим уже по предыдущему опыту работы я знал как это все делается давайте давайте перейдем непосредственно каким-то промером вот так чтобы в общем и целом накидать вот эту стульку вот в случае если нету необходимости каждый день готовить по 1000 или по 2000 мешков там или кульков то автоматизация особая здесь вообще не 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 нужна не нужно это все как-то автоматизировать чтобы там мотала резала все само это обойдется в колоссальные какие-то деньги это довольно таки несложно все делать вручную вот значит ширина самого стола у нас получилось вот 57 вообще само полотно 56 ну и вместе с этими двумя угольничками для опоры вот этой всей системы как видите был взят угольник он здесь закреплен практически на два небольших самореза и сам по себе является очень устойчивая конструкция для того чтобы здесь на сварку я поставил саму стойку ну и здесь были приварены угольники для того чтобы это все не имело возможности отвалиться чтобы держала и не шаталась потому что приблизительно здесь веса ну приблизительно здесь 25 килограмм вот в этой бухте это полиэтилен для блоков и приблизительно 25 килограмм вот в этой бухте это для пакета для мицелия то в общем и целом здесь 50 килограмм где-то сюда завешивается теперь какие-то давайте сразу снизу вверх так вот будем это все дело проходить и чтобы было понятно но и смотрите давайте вот сразу эти параметры будем дальше само крепление я здесь делал сколько там получается 25 не надо было там как без фанатизма это все сделать так пришлось прорваться на разговор и здесь ширина вот 25 сама высота всей вот этой вот стоечки получилось я уже если если по внешнему виду вам ничего не говорит пустотелка и какой там размер то нету смысла там особо это озвучивать все равно если будет друг другой человек специалист делать он знает значит вот здесь высота у нас грубо говоря почти 80 вместе с этой штуковиной до получилось 80 как это все соединено воедино здесь я просто не заморачиваться дал пластину и этого достаточно довольно таки прочно но это все держит и внизу чтобы это все не разваливалась дал для упора вот две опять же таких просто пластинки пластинки как видите сделаны внахлёст и они выполняют как формообразующую такую функцию то есть держат этот все в одном в одну конструкцию цельную то другой стороны они же и видите при вытаскивании пленки они делают вот такую штуку когда хорошо разматывается сам рулончик теперь для того чтобы это все хорошо ездила взята вот такая трубка а почему не тоненькая пустотелка тоже это тонкая такая пустотелка что было полегче почему не тонкая потому что на как вы понимаете при таком диаметре на тоненькой трубе это бы все постоянно бы как бы сказать так вот соскакивала и тормозилась бы и сильно имела бы движение почему труба не соответствующая вообще по диаметру опять же было бы противложный эффект она бы и создавала довольно таки значительные как-то сопротивление при разматывании значит выбран был вот этот формат который идет под видите обыкновенная труба канализационная вот серая как то наверное десятка по моему да вот она из и здесь использует функцию к такого как подшипника то есть на ней она скользкая и на ней хорошо катается вот эти рулончики и фактически довольно таки эффективно и хорошо чем можно себя поздравить и такой уже конечный вариант для вот этой системы здесь вот видите здесь если взять вот такой наконечник он вообще не позволяет вот это вот этой всей системе съезжать и упираться допустим вот в эти вот 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 эти штуки вот чтобы это все не происходило видите если взять вот именно эту штуку она держится и сюда не выезжает что довольно таки удобно ну и еще один такой технологический момент чтобы фиксировать вот эти трубки я долго сам хотел изобрести какую-то такую систему чтобы это все было просто и случайно она у меня сама по себе как-то так вышло и что посоветую постарайтесь этого тоже добиться вот что здесь сделана такая система как будто вот такой механический замок значит я приваривал сейчас я покажу приваривал сначала вот этот согнутый уголок потом его изгибал правильным образом и потом для заклинивания уже просто так видите эмпирически я его просто подводил и аккуратненько приваривал видите здесь небольшой получается зазор то есть она как будто не лежит на нем она на весу но зато между двумя вот этими железями ее просто заклинивает и сама труба она не крутится она не съезжает и то же самое находится внизу у меня как-то случайно получилось одной и уже вторую я под это сделал поэтому для того чтобы ее закрепить мы просто ставим ее на место и она уже отсюда никуда не денется и тоже время является еще дополнительным стабилизатором это все системы то есть видите легко это все снимается вот и изнутри вот это выглядит вот приблизительно вот так то есть я сначала приваривал приваривал вот угольник предварительно здесь подрезанный с углом и потом уже подгибал вот эту штуку соответственно по диаметру самой трубы и после этого всего набрасывал здесь соплю для крепления подгибал аккуратненько саму пластину и уже после правильной установки уже заваривал это все наглухо вот такая получилась система ну вот и все сейчас буду монтировать вот эту бухту на место если вам все понятно то можете и заниматься какими-то другими полезными вещами вот всегда думал куда применить вот этих катушки их навалом у меня остается вот этих катушек наверно надо будет как-то может не знаю куда ты кому-то надо я пока не придумал детские качели конструкции вот 20 так надо найти начало предыдущем версия когда-то тоже было на эту тему видео то приходилось там откручивать саму саму ось вот эту там применять еще дополнительно отвертку потом обратно это все собирать здесь все довольно таким просто как это все просто завести на вот это все дело самому так вот сейчас ха 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 вот такая возникла проблема так вот решили вот этот вопрос вот и все и последнее что хотел сказать как видите по диаметрах здесь все очень хорошо учтено есть немножко запас еще в одну и в другую сторону для того чтобы здесь не было конфликта по размерам хотя все может быть 25 кило может где-то упереться но это такая не проблема чуть-чуть смотается и все будет хорошо значит здесь вот эти два упора честно говоря я вот этим я как-то так себе замышлял чтобы можно было даже два одновременно фактически она так и работает что один заправляется с одной стороны другой заправляется с другой вот и происходит одновременно там подтягивается здесь одна пленка здесь подтягивается сразу другая пленка вот и они две одновременно то есть независимо от цикла и фазы работы если двое людей там то можно одно и другое вот такая вот система но на практике это практически выглядит более просто это заматывается другая достается и вот и все здесь посмотрите сама длина стола вот от нарезки самой пленки здесь текстолитовая пластина стоит толстая чтобы не прорезать стол на две части потому что и как видите случай резки на самом столе заканчивался вот этим то есть еще немного и мы перепилили бы ее ножиком здесь нанесена линейка для того чтобы ничего не отмерять если нужны какие-то нестандартные размеры то есть очень простенько оттягиваем то количество или ту длину которая нам необходима вот и в дальнейшем вот и в дальнейшем происходит отрезание вот стол здесь большой это чтобы не мешало то есть нарезка происходит довольно таки здесь быстро и удобненько вот и независимо там или этот пакет или этот и вот это складывается сразу в сторону следующее полотно как видите выкладывается снова отрезается и складывается в сторону или в случае там например вот с мешками вот происходит отрезание пульта в перспективе есть даже у меня запайщик лежит если его примонтировать КТБ штуки здесь их можно даже делать тот вариант чтобы пробивать перфорацию там и сразу шлепать паять но если бы в этом была необходимость то это и сделается а если необходимости нет то пока вот это все и не делается а вы были на канале Фанни Машинску занимаемся грибовостом развиваем наши предприятия задаем вопросы в комментариях при большом количестве вопросов пишем предложение там на счет курсов непосредственно уже на самом предприятии и вот и тогда будем все изучать непосредственно уже в действии я с вами был Макс Сейлер на канале Фанни Машин Скол и и и и и и